Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбола Та Жизни, и мы продолжаем с вами карьеру за игрока. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рада всех там увидеть. Ну что же, сегодня, буквально, я не знаю, мне кажется, уже сразу после игры против Бильбао, мы узнаем, кто получит золотой мяч 2024 года. Это 4 номинанта, но почему-то у меня такое чувство, что может Мбаппе получить, которого здесь даже, в принципе, и нет. Два игрока из Сити, причем и Ферран Торос, и Рахим Стерлинг были в финале Лиги Чемпионов, они проиграли PSG как раз. А мы вот с Венисиусом не дошли до финала, проиграли как раз PSG в полуфинале. Но все-таки есть такая нотка надежды, все-таки я поставил рекорды. Я лучший игрок чемпионата Испании, я лучший игрок Лиги Чемпионов прошлого сезона, поэтому, ну не знаю, еще и лучший бомбардир чемпионата Испании. Мне кажется, никто мой рекорд не побьет, 51 гол за сезон забить. Поэтому вот как-то так. По матчам. Я даже не знаю, какой здесь самый серьезный у нас именно в декабре. Их в принципе, мне кажется, нет. Ну а потом, уже в январе откроется танцерное окно. Из матча здесь, мне кажется, это именно Суперкубок. На первой стадии нам попадается Атлетико Мадрид, который мы как раз недавно проиграли 2-1 на Ванда Метрополитана. И если уж их пройдем, то будет у нас финал. Я играл в финале в прошлом году за Валенцию. Мы проиграли в финале 2-1, если я не ошибаюсь. Мадридскому реалу как раз Казимира тогда забил дубль. Поэтому для меня есть тоже, в принципе, какой-то, ну не знаю, мотивация уж точно есть выиграть этот трофей. Поэтому можно вот после Суперкубка Испании мне прислать предложение от пассажира. Вот буду очень рад. Так что вот как-то так. Потому что во Франции-то я все выиграл. И чемпионат, и Кубок Франции, и Еврокубок с французской командой. Мы тогда Лигу Европы выиграли с Марселем, пока я полгода был в аренде. Поэтому мне надо вот Суперкубок Испании, и можно переходить в пассажир. С ними выиграть Лигу Чемпионов. Ну вот если не придет, будем со второй попытки пытаться с Мадридским Реалом. Составы на наших кранах. Я не знаю по форме будет ли как-то сливаться или нет. Светлый вроде тона, но мне кажется, что не должно. Поэтому поехали. Итак, Сантьяго Бернабео, Реал Мадрид принимает Атлетик Бильбао. И задание на матч. Оценка ниже 8.5, 3 удара по воротам и обводки. Давайте обводки возьмем. Ну и по принципу, как я понимаю, из-за того, что нам сказали 3 удара по воротам, мы будем акцентироваться на том, что нам надо побольше забивать. А желательно за 3 удара в створ 3 гола. Так, ну здесь-то нас зацепили, кстати. И в итоге Родриго забивает. И снова вот мой предголевой пас. Ну ладно, главное, что уж забили. Сейчас как-то поспокойнее, мне кажется, игра у нас пойдет. Мунис на Заньола дает. Можно же скатить. И Вальверде забивает, а Мунис отдает голевую передачу. 87-я минута. 2-0. Все, финальный сесток. Уверенная домашняя победа Реала над Атлетико из Бильбао. Гол забил Родриго и Федерико Вальверде на счету Муниса, если нашибаясь, одна голевая передача. Ну а игроком матча стал Вальверде, у него гол плюс пас. Ну и по матчу мы выполнили абсолютно все 3 задания. Ну что же, у нас сейчас заключительный 6-й тур групповой этапы Лиги Чемпионов. Я посмотрел, вручения золотого мяча еще не было. Значит, ждем. Может быть, там числа 15-го, я не знаю, когда будет это. А Галатасарай вообще не имеет никаких шансов даже на выход в Лигу Европы. Лейпциг, если выиграет Генг, а мы проиграем Галатасараю, там может. По уголам, я не знаю, либо по личным встречам будут смотреть. Но у нас вроде положительно. Мы 4-4 сыграли в ничью. Или сколько там? Да, 4-4 вроде. И 2-1 обыграли их дома. Поэтому тут, в принципе, все более-менее понятно. Но мы должны обыграть Галатасарай. Потому что четвертая строчка в группе. И последний, шестой тур. Реал против Галатасарая. Начинаем. Итак, задание на матч. Оценка ниже 9-0. Три передачи на половине поля соперника и обводки. Давайте пять передач. Мне кажется, я сделаю на половине поля соперника. Диагубер Набео. Шестой тур Лиги Чемпионов. Так. Суприаха. Суприаха забивает. Шестнадцатая минута. И десятый номер Галатасарая забивает. Вот как-то так вдвоем потянулись два наших центральных защитника за одним игроком. И потерял своего игрока наш защитник. И в итоге второй. Бай Рагдар. Забивает и... Вот так вот. А я ведь говорил, у Галатасарая нету никаких мотиваций на последнюю игру. Но они вот играют в свое удовольствие. У нас-то тоже нету мотиваций. Потому что мы вышли в плей-офф. Хотелось бы, конечно, первое место. И мне казалось, Галатасарайта мы точно обыграем. Нам как минимум надо было им не проиграть. Чтобы выйти с первого места. А там Лейпциг обыгрывает Генг. Со счетом 1-0 пока что после первого тайма было. Так, Мунис. Отлично как проходит. Но надо, надо здесь вот сейчас. Забивать, конечно же. Мунис забивает. Теперь надо бежать. Время-то еще есть. Целых 30 минут. Сравнять счет. Но здесь как-то на мокром газоне, наверное, подскользнулся защитник Галатасарая. И просто аккуратненько в дальний Галатасарай пропустил. Ну а Мунис забил. Мунис, отлично как прошел. Но надо забивать, конечно же. Забивает Мунис дубль и... А может быть действительно это будет камбэк сейчас. Потому что время-то есть. 18 минут до конца встречи. Мунис. Здесь отлично, кстати, Родриго. Тоже вроде Родриго был. Стянул на себя защитника. И Мунис просто взял и прошел. И забил дубль сегодня. Финальный сысток. Мунис избавил Реал от поражения на групповой стаде Лиги Чемпиона. В итоге ничья. И дубль Хавьера Муниса. 0-2. Сделал счет 2-2. А Ген, кстати, сыграл с Лейпцигом в ничью. Поэтому мы точно выходим в плей-офф с первого места. И все три задания на матч мы выполнили. Ну что ж, друзья. И это свершилось. Мунис признан игроком года. Просто замечательно. Я уже думал, там действительно Бапе может стать. Но все. Это, скорее всего, точно последний сезон. То есть, вне зависимости от того, выиграем мы Лигу Чемпионов или нет. Ну, значит, так тому и быть. Потому что времени вообще у нас совершенно нет записывать еще и следующий сезон карьеры за игрока. Поэтому вот просто доиграем этот. И будем надеяться на то, что у нас все-таки получится выиграть Лигу Чемпионов. Но никем никто мной не заинтересован. Пока что я все так же выставлен на трансфер. Ну что же. Сыграли все команды. Все шесть матчей на групповом этапе в Лиге Чемпионов. Поэтому давайте сейчас подведем итоги группового этапа. И посмотрим на нашего возможного соперника. Итак, группа А. Барселона. Рен, Динамо, Киев, Баруся, Дор. Ну, Рен нам может попасться. А дальше Пражская Славия. Вот тогда. Атлетика Мадрид, МЮ, ЦСКА. Ну вот на Атлетико Мадрид мы точно не попадемся. Вильяриал, ПСЖ. Ювентус, Локомотив. Ну вот на ПСЖ можно было бы попасться и постараться, так сказать, взять у них реванш за прошлогодний полуфинал. Не прошлогодний, да, прошлогодний, правильно сказал. Дальше идем. Бавария, Интер, Брюги, Ференсфар. Против Интера не хотелось бы на самом деле играть. Тоже сильная команда. Против Монако можем сыграть. Здесь дальше Лейпциг со второго. Челси и Тоттенхэм. Ну вот с Тоттенхэмом мы, кстати, играли в прошлом году, если не ошибаюсь, на стадии 1-8. А может быть и в четверть финале, вот не припомню. Ну а Валенсия, кстати, вышла с первого места в Лиге Европы в группе с Аяксом, Мидлендом и Динамо Загребом. Ну вот как-то так, значит, будут с 1-8 играть. Ну у нас сейчас игра против Реала Валидолида. 18 место в чемпионате Испании. Мы играем на выезде. Так, а что у нас по... Так, у нас 6 очков лидерства и игра в запасе. Можем сделать сейчас 9 очков лидерства. Давайте постараемся. Не знаю формы, что у нас по формам. Получше не было варианта. Кажется, вот у этой кто даже посимпатичнее будет выглядеть. Составы на наших экранах. Поехали. Итак, 22 забитых мяча сейчас у Хавьера Муниса в чемпионате Испании. Его рекорд был 51. Забитый мяч в прошлом сезоне. И задание оценки не ниже 9.0. 3 удара по оборотам и командное владение. Давайте 10.0 тогда оценку возьму. Ну и будем стараться забивать сегодня. Все-таки я теперь... А я не знаю, надо, кстати, посмотреть, самый ли молодой я обладатель золотого мяча. Потому что, не знаю, в 20 лет, кажется, никто не получал золотой мяч. Хотя, может быть, и Месси там в свои юные годы и получил. Надо вот именно посмотреть. И забивает Родриго вот так вот с углового подачи отлично нашла голову нашего вингера. И тот забивает уже шестой гол в лоли. Так, Мунис. Мунис отлично проходит. Удар и гол. Но это, мне кажется, уже все. 82-ая минута. Мунис увеличивает преимущество Реала на выезде. И это его первый гол в качестве обладателя золотого мяча. И все. Финальный свисток. Уверенная выездная победа Реала со счетом 2-0. Ну и лучший игрок матча Родриго. У него гол плюс пас. Ну и по заданиям мы выполнили только вот удары в створ. Друзья, я посмотрел по статистике. Роналдо Зубастик был самым молодым обладателем золотого мяча. В возрасте 21... Был ему 21 год. 3 месяца и 5 дней. Но у нас, как видите, 20. То есть Роналдо Зубастик единственный футболист в возрасте 21 года. Ну вот единственный игрок в 21 год, который выиграл золотой мяч. А мы в 20 лет. Так что все. Мы самый молодой футболист, который стал обладателем золотого мяча. Приятно, однако. Ну что же, прошла жеребьевка 1-8 финала Лиги Чемпионов. И мы снова будем играть против Тоттенхэма. Вот честно, не вспомню. То ли мы на стадии 1-8 с ними играли, то ли в четвертьфинале. Поэтому вот как-то так. Лейпциг больше даже повезло. Они будут играть против Пражской Славии. Рен против Манчестер Сити. Челси против Баварии. Монако против Валериала. Интер против Байера. ПСЖ против Барселоны. Атлетика Мадрид против Милана. Ну что же, сейчас у нас домашняя игра против Эльча. И, кстати, это последняя игра в 2024 году. Дальше уже у нас откроется трансферное окно. Ну и более-менее мы знаем, вот видите, в матче за Реал. Но будем надеяться на то, что все-таки ПСЖ нам даст согласие на наш переход. Так, что здесь у нас? Арсенал лондонский. Решил нас подписать. Но мы все-таки ждем ПСЖ. Ну а пока переходим к матчу. Реал против Эльча. Состав в наших ранах. Поехали. Итак, Сантьяго Бернабео. Реал против Эльча. И задание оценки ниже 9.0. Три удара поворота. Мы командное владение. Значит, берем рейтинг матча. Оценка матча больше девятки. Именно дополнительную задачу. И Галешник забивает Федерико Вальверде. 12-ая минута. Вот так вот шикарно. С подбора, с углового он забивает в самую девятку. Мурес. И забивает в итоге. От голкипера он просто не смог такой силы удар отразить. И только зацепил перчатками. Но траектория удара изменилась. Попала в штангу. И уже от штанги мяч залетает. Муниес. Муниес с мячом. Что это дубль в концовке первого тайма? Да, так и есть. Эльчи рассыпались. И два мяча в конце первого тайма пропустили. Именно от Хавьера Муниеса. Казимира на Муниеса. Ух, как Муниес сейчас разобрался. В буфет отправил защитника. Муниес. Хэтрик. Хэтрик Хавьера Муниеса. Ворота Эльчи в чемпионате Испании. Ну здесь просто до свидания. Одним движением ноги прокатил мяч мимо защитника. И тот просто улетает от него. И Муниес забивает сегодня три мяча. Тони Кросс. Оффсайд. Нет. Не было офсайда. Муниес. А Муниес так как проходит покер. Да. Четыре в итоге мяча. Забивает Хавьер Муниес в ворота Эльчи. И это разгром. 5-0 на Сантьяго Бернабео. Пять безответных мячей. Забивает Мадридский реал в ворота Эльчи. Покер оформил Хавьер Муниес. И вот на такой хорошей мажорной ноте мы заканчиваем календарный год. Ну и Муниес, понятный игрок в встрече. Четыре голова. Кстати, у Казимира три голевые. Ну и все три задания мы выполнили. И рейтинг матча, удары в створ и владение мячом. Итак, кандидаты на звание игрока в декабре в Ла Лиге. И тут сразу три игрока из Мадридского реала. Вальверде, Муниес, Казимира, ну и Мунир из Сивили. Тут уже, кстати, сразу с первого числа, скорее всего, это предконтрактные какие-то, наверное, соглашения были. Начали подписывать игроков. Санчес из Брайтона в Рен перешел. Секвера перешел из Ниццы в Леванты. Да. Так, дальше Кристенсен перешел из Зевердона в Ольцбург. Симакан перешел в Реал Соседат из Лейпцига. Вот, всякие разные. Так, ну и по слухам, Кюнде и Диеш становятся основными трансферными целями Мадридского реала. Но это правильно. Кюнде играет в Ювентусе, Диеш в Манчестер-Сити. У нас тут проблемы с центральными защитниками. Поэтому вот, надо бы их подписать. Ну и кстати, нападающие тут выстрели, попадание в команду года. Мбаппе, Мунис, Неймар и Венисиус. То есть здесь-то уже да, здесь уже два игрока, обладатели Лиги Чемпионов прошлого сезона, Мбаппе и Неймар, и Мунис с Венисиусом. Но мы с ним были и в кандидатах на получение золотого мяча. В итоге выиграл я, Мбаппе и Неймара даже не было. Вот как-то так. А кстати, я не увидел, а кто там был-то, кстати. Ферран Торрес, кто-то еще из Манчестер-Сити. Я сейчас прямо и не вспомню. В кандидатах, ну вот, их я не знаю, их даже, наверное, в полузащитниках-то нету. Ну, Торротери, Дебрёйны, но это не они уж точно были. Поэтому, ну, ждем, в принципе, команду года. Ну и в моем профиле снова я просто выставлен на трансфер. То есть уже даже Арсенал не может мне отправить предложение. Ну, вроде как единственная команда, которая со мной связывалась, это был Манчестер-Юнайтед. Здесь я абсолютно так же выставлен на трансфер. Поэтому, ну, будем ждать. Сейчас у нас игра против Эспаньола. Выездная. Они идут на 10-м месте. Мы на первом. Составы на шокранах. Поехали. Итак, Авер Мунис лучший бомбардир Ла Лиги. На данный момент 27 забитых мячей. Напомню, в прошлом сезоне он наколотил 51 гол. Если сейчас брать в расчет то, что как будто половина сезона прошла, то можно даже рассчитывать на то, что он перебьет свой же рекорд. Если останется в реале. Итак, задание оценки ниже 9-0. Три удара. Завидеть за пределы шарфаны. Давайте снова рейтинг матча 10-0 возьмем. Мунис. Отлично. На скорости он проходит защиту Эспаньола. И сразу же забивает на первых минутах. Вот так. Мы давно не видели победных голов от Хавьера Муниса. Всегда там либо Родриго, либо Вальверде забивали первые голы. А дальше просто уже добивал соперников Хавьер Мунис. Здесь мы увидели то. Ну, понятно сейчас. Голословным я буду, но именно за это, может быть, и дали Хавьер Мунису золотой мяч. За его вот эти вот качества, то, что он может взять на себя. И просто с первых минут убить эту интригу. Понятно, что 1-0 только на пятой минуте. Но мы помним, как он забил хэтрик за первые 17 минут матча. И вот так вот. Интрига, оказывается, есть. Наказали меня за мои слова. 15-ая минута. Эспаньол забивает. Коп... Коп Мейнерс. Вот. Коп Мейнерс забивает и сравнивает счет. Неплохо Мунис. Хавьер Мунис. Замечательно. Ну, надо сразу же, практически, сразу же Мунис забивает. И снова выводит Реал вперед. Дубль на счету мексиканца. Причем это первая игра в 25-м году у Муниса и у мадридского Реала. И вот Мунис начинает свой отчет голам в новом календарном году. Вальверде на Муниса. Ну, зачем же я пропустил-то? В итоге Заньола забил. А я просто бил. Я нажимал на удар. Я не понимаю, почему сейчас так вот все прошло. Ладно. Зато про нас потом будут на нарезках говорить, что у Муниса великий интеллект. И он специально пропустил мяч. Потому что чувствовал, что Заньола может забить, а он и забил. В итоге очень комфортный счет. Сейчас два мяча мы ведем. Неплохо Венисиус в отборе. Мунис запрашивает передачу. Он отдает удар и это хэтрик. У Муниса два подряд хэтрига в чемпионате Испании. И первый был в прошлой игре дома против Эльчи. 5-0. Точнее там даже покер был. Вот, ну хэтрик же тоже был. Поэтому как-то так. А Мунис-то шикарен. А Мунис-то шикарен. Покер? Да. За первый тайм Мунис уже забил 4 мяча. 39 минут потребовалось Хавиру Мунису, чтобы забить 4 мяча. 8 мячей забивает Хавир Мунис за 2 встречи против Эльчи и против Эспаньола. Ну, 8 мячей, я не знаю. Забьет, если столько, какой-нибудь футболист. Это в сезоне. Это уже, ну, в принципе, более-менее нормально. То есть нехорошо, потому что надо там больше десятки в сезоне забить. Как мне кажется. А тут 8, причем за 2 игры, забивает Мунис. И все, финальный свисток со счетом 5-1. Так и закончился матч. Во втором тайме мы, в принципе, не увидели забитых мячей от команд. Лучшим игроком признан Мунис. 4 забитых мяча. Ну и по заданиям мы только не выполнили гол дальним ударом. Все остальное выполнили. Ну что же, в декабре, как я и сказал, Мунис признан игроком месяца чемпионата Испании. Итак, друзья, объявлена команда года 2024-го. Итак, вратарь Джан-Луиджи Донарума из ПСЖ. Защитники Хакими, ПСЖ Маркиниш, ПСЖ Диэш, Манчестер Сити и Тирни из ПСЖ. Ну вот Диэша мы как раз сейчас и хотим подписать. Ну, Манчестер, этот, матрицкий Реал. Вот, нету здесь, получается, Кюнде. Полузащитники Дебрюйне, Манчестер Сити, Казимира из Мадридского Реала, Вальверде из Мадридского Реала и Родри, Манчестер Сити. И нападающий Мунис и Мбаппе. То есть здесь практически все игроки из полуфиналистов прошлой Лиги Чемпионов. Ну, мы именно. Кто там еще-то был, я, кстати, сейчас не вспомню, с кем Манчестер Сити играл в прошлом году в полуфинале. Потому что финалисты Лиги Чемпионов, игроки Сити и ПСЖ и игроки Мадридского Реала. Это вот Казимира, Вальверде и Мунис. Ну вот, как так, остальные все игроки Сити и ПСЖ. Ну вот, второй год подряд я попадаю в команду года. Я не помню, в 2022 году я попадал или нет. Мне кажется, нет, потому что у меня еще на тот момент был вот этот 81-й рейтинг, когда я не распределял все эти очки навыков. Ну а после этого, когда уже был 89-й, вроде, на позиции полузащитника, я попал в команду года 2023-го. Ну что же, Рубен Диаш, игрок года на позиции центрального защитника. Вместе с Маркинишем они на этой позиции. Переходит в итоге в Мадридский Реал за 181 миллион. Что по мне, я просто выставлен снова на трансфер. Ну вообще супер. А я сейчас не знаю, кстати, как подпишут они теперь. Диаш? Нет, он еще здесь в Манчестер Сити, кстати. Так что более-менее логично, потому что он получил вот это вот право быть в команде года именно за выступление в Манчестер Сити. Но я очень рад, что Диаш к нам присоединился. У нас проблемы были с центральным защитником. Какие-то вообще ноу-неймы с рейтингом там 70 плюс стояли. Поэтому теперь, я надеюсь, в обороне мы намного лучше будем играть, особенно в Лиге Чемпионов на дальних стадиях. Ну а Диаша, кстати, поставили зачем-то на левого защитника. Вот это меня смущает. Вот этот Колвилл. Понятно, Васкис не ноу-нейм, но он уже возрастной там вроде. И вообще он правый защитник. Гая, левый защитник. Его поставили на правый, Диаша налево. Ну вот здесь уже какой-то бред начался у Манчелоти. Ладно, может он так видит, всякое такое. Составы на ваших экранах. Поехали. Итак, Чемпионат Испании. Мадридский Реал принимает Вилья Реал. На Сантьяго Бернабеу. И задание на матч. Оценка ниже 8.5. Три удара по воротам и обводки. Давайте обводки возьмем. Давно у нас их не было. И Колвилл забил. Вот тогда на восьмой минуте. А я вот только что грязью поливал наших ноунейм, в кавычках, защитников центральных. И в итоге Колвилл забил. Первый гол в 18 матчах Чемпионата Испании. Так, Муэз через Венисиуса сразу. Безофсайдный, я надеюсь, отдал. Но похоже, так оно и есть. И забивает Венисиус. Венисиус, конечно. Венисиус Голливуя отдает. Мунис. Сейчас Хавьер Мунис сразу же после выхода с перерыва шикарную передачу на грани офсайда получает. Еще раз смотрим. Ну и замечательно переиграл вот так вот вратаря. С подкруточки мы пробили в дальний угол. Супер. Но если мы действительно останемся в мадридском реале, то я буду все свои силы пускать именно то, чтобы обновить свой же рекорд по забитым мячам. Но сейчас 32 гола. Всего-то надо 20 мячей за оставшиеся там 18 игр. Это, мне кажется, ни о чем. И забивает Боуэн. Уменьшает преимущество мадридского реала. И теперь уже интрига появляется. Мунис. Вроде как прошел оборону вели Реала сейчас. Надо забивать. И он это и делает. Дубль. Хавьера Муниса на буквально последних, можно уже сказать, последних 10 минутку матча. И он увеличивает преимущество реала. Теперь как-то поспокойнее будет болельщикам на трибунах досматривать этот матч. Финальный сысток. Уверенная домашняя победа мадридского реала. Колвилл забил первый гол в сезоне. И также дубль Хавьера Муниса. Ну и Мунис признан игроком матча. Два гола. Оценка 10-0. Венисиус отдал две голевые. Ну и все три задания мы выполнили. Ну что же. Суперкубок Испании. В прошлом году за Валенцию. Как раз я дошел до финала, где проигрался счетом 2-1, если я не ошибаюсь, мадридскому реалу. Ну а теперь пришел черед мой за мадридский реал. Уже постараться выиграть этот трофей. У меня в Испании два невыигранных трофея. Это суперкубок Испании и кубок Испании. Поэтому как-то не везет мне с этими трофеями. Ну вот. Постараемся сегодня. Играем против Атлетика. Недавно они нас обыграли 2-1 на Ванда Метрополитана. Вот теперь играем на Стяго Барнабео. Ну и должны в принципе, мне кажется, обыграть их. Поехали. Ну что же, мадридское дерби и сразу же в полуфинале суперкубка Испании. Ну что же, задание. Оценка не ниже 8,5. Не проиграть, достигнуть 50% обводок. Давай 65 возьмем. Ну что же, я так понимаю, сейчас выступает первое место прошлого сезона против финалиста Кубка Испании. Если я все правильно там смотрел, и с Валентией как раз у нас было так же. Мы с Валентией попали как чемпионы Испании и играли против, я не помню, какой-то слабенькой команды. И они сделали сенсацию, дошли до финала Кубка Испании, где проиграли как раз вроде мадридскому Реалу. Так, Муниес. Отлично справился с Эдером Илитао. И забивает Муниес. 39-я минута. 1-0. Мадридский Реал выходит вперед в суперкубке Испании. В полуфинале суперкубка Испании. И Жерар Морена забивает за секунду, наверное, до свистка на перерыв и сравнивает счет. Муниес. И какой галешник снова забивает Хавер Муниес. Просто что-то невероятное он показывает своими дальними ударами. И вот так вот в полуфинале суперкубка Испании он забивает дубль. Еще и вот такой прекрасный гол, что даже облак не ждал. Мы в прошлом вроде выпуске так же забили. То есть разыгрываем штрафной, проходим, нас никто не встречает. И мы бьем. И тут в самую девятку под перекладину. Ну просто замечательно. В самую девятку по-другому-то и никак было. И не попасть только под перекладину. И таким небольшим наклболом вроде мяч-то пошел. Удар Лоренто и он забивает и сравнивает. Ну тут как-то вот, я не знаю почему, но не справляется у нас оборона. Второй матч подряд против Атлетика Мадрид мы пропускаем дважды. Если и в прошлом матче я один мяч забил, в этом уже получше стал. Я лично играть и забил уже дубль. Так, Венисиус. Не точно, конечно, сейчас сыграл. И снова с мячом Атлетика Мадрид. Пять минут до конца. Пять минут до конца и забивает Джерар Морено. Ну просто замечательно. Все три удара просто залетели. Там как будто оборона у нас не работала. И все, финальный свисток. Мы минимально проигрываем Атлетика Мадрид. Дома. Морено забивает дубль. Моего дубля не хватило для победы. Ну и просто все как будто удары залетали у Атлетика Мадрид. Хоть я и стал игроком матча, но все равно на душе от этого не легче. Хотелось бы на статистику посмотреть. Но у нас, оказывается, три удара всего лишь было. Но они-то наиграли на 1,8, а у нас 0,6. Это ладно, это моя реализация. Потому что там мощные у меня удары. И с завершением под 90. Просто то, что все вот это залетало в ворота Куртуа, ну бред. В итоге не сделали только второе задание, не избежали поражения. Ну что же, я второй год подряд прилетаю с Суперкубком Испании. Вот, если в прошлом году я хотя бы дошел до финала. В этот раз меня остановила Атлетика Мадрид. На стадии полуфинала. Так, ну и снова по моему профилю ничего. Просто ничего. Все так же выставили на трансах. Я не знаю, может быть схема у ПСЖ именно с одним нападающим там вроде. Если поменяем себе позицию. Это в Лиге Чемпионов надо бы посмотреть сейчас. ПСЖ, ПСЖ, ПСЖ. Ну вот, Келен Баппе. У него рейтинг 95 действительно. Вряд ли бы меня им меняли. Но вот Месси можно с рейтингом 82. Заменить Неймара бы я не хотел, у него 89. Хотя, в принципе, это и моя позиция там тоже. Поэтому, я не знаю, я бы все-таки попытался с Мадридским Реалом. Хоть вы и проголосовали большинство в чате, не в чате, а в этом, а в телеграм-канале за то, чтобы я перешел в ПСЖ. Ну, интересовался мной ПСЖ, но не покупает. И, в принципе, никто предложение даже не шлет мне. Поэтому как-то так. Будем доигрывать, наверное, в Мадридском Реале. Золотой мяч получили. Теперь осталось только выиграть Лигу Чемпионов. И сейчас у нас выездная игра против Гранады в Чемпионате Испании. У нас 12 очков лидерства над Барселоной. Гранада идет на 14 месте. Ну, а мы, если, скорее всего, останемся уж точно в Мадридском Реале, надо будет бить наш рекорд. Забить больше 51 мяча в Чемпионате Испании. Поехали! Ну, что же, выездная игра для Мадридского Реала и задание. Оценка ниже 9.0. Голевую передачу и 3 удара поворот. Ну, давайте 10.0 возьмем. Ну, и надо будет нам и забить, я так понимаю, постараться за эти 3 удара и голевую отдать. Давно мы, кстати, голевую не отдавали. И Родриго забивает, а Вальверде отдал голевую передачу. Хотя я на Вальверде пасовал, чтобы он забил. Ну, да ладно, снова я третий лишний в этой голевой атаке. Вальверде. Ну, здесь до свидания. Отлично, Мунис справляется, но надо, надо забить. И забивает. Хоть и было нарушение, Мунис все равно устоял на ногах и забил. 2.0. 31-ая минута. И забивает в итоге Буркард. Гранада уменьшает преимущество Реала. 2.1. Хорошая передача на Муниса. Надо забивать, конечно, как здесь шикарно. Ножками влево-вправо и все. Дубль. Муниса снова комфортное преимущество Реала. Все, финальный свисток со счетом 3-1. Мадридский Реал обыгрывает Гранаду на выезде. Мунис забивает дубль и становится игроком матча. Ну и по заданиям я не выполнил только голевые передачи. Ни одну не отдал. Но зато забил дубль. Так, ну и кстати, Мадридский Реал еще приобрел Аарона Ван Бисаку. За 126 миллионов он к нам переходит из МЮ. 87 рейтинг. Ну, я надеюсь, что Анчелотти будет ставить его на позицию. Гирша поставь ты в центр. Пусть там уж Васкис будет Хосегая поставь налево, а Ван Бисако будет играть справа. Это просто кровь из глаз. Начинает течь, когда я вижу расстановку на игру. Ну, а я все так же просто выставлю на трансфер. Ну что же, у нас снова выездная игра. На этот раз против Сельты. Они идут на 17 месте. У нас преимущество в 12 очков над вторым местом. Ну вот, как вы видите, Гая играет справа. Ван Бисако центральный защитник. Диаш играет слева. Просто реально уже начинает это подбешивать. И начинает немного у меня подгорать. Поехали. Ну, более-менее правильно хотя бы делает Карл Анчелотти, что подписывает защитника. Видно, что у нас проседает именно эта линия. Не знаю, хватит ли денег еще на одного центрального защитника. Задание на игру против Сельты. Оценка ниже 9-0. Командное владение и голевую передачу. Давайте 10-0. Раз нам удары по воротам не нужны, значит будем действительно стараться сегодня отдать голевую передачу. Муниас выждал. Я не знаю, где подключение-то. Ладно, забьем уж сами первый гол. Дальше можно будет и голевую отдать. Восьмая минута. 1-0. Реал выходит вперед. Хорошая дальняя передача. Даже больше на вынос было похоже. Но она сейчас еще и окажется голевой передачей. Муниас забивает дубль в отличную контратаку. Сейчас ушел Хавьер Муниас. И увеличивает преимущество Реала. И есть все-таки голевая. Родриго забивает. Он же мог и прямым ударом со штрафного пробить. Но в итоге аккуратненько выдал я ему на блюдечке эту голевую передачу. И выполнил указание Карла Анчелотти. Спас Реал в этом моменте. Ну а вот у Муниса есть забег сейчас на хэтрик. Должен мне кажется получиться. Муниас да. Забивает хэтрик в ворота сельты на выезде. И финальный сесток. Шикарная игра Хавьера Муниса сегодня на выезде. 4-0 хэтрик Муниса плюс еще и голевая на его счету. Ну и игроком матча естественно является Мунис. Ну и по заданиям мы не выполнили лишь только владение мячом. 1% нам не хватило. Итак сейчас у нас кубковая игра. Мы играем против Мирандеса. Я не знаю какая это вообще лига. Но для нас стартует кубок Испании. Состав в наших ранах. Поехали. Так. Не выбрала кстати задание. Надо посмотреть что там. Две голевые передачи придется мне теперь отдать. Постараться. Ну попробуем. И вот так вот. Забивает нам. Команда я не знаю какой там. Ну второй скорее всего лиги. Мирандес. И забил еще и Морена. Штрафной зарабатывает. Мунис. Давайте попробуем. Какой галешник. Вы просто сейчас посмотрите что забил Мунис. Просто мне кажется не все болельщики сейчас увидели это. И я в принципе не готов был к этому. Но в итоге еще и с подкрутки. И снова вот эти вот фирменные розыгрыши нашего штрафного. И просто как будто парашютом. На самом деле это просто удар с подкрутки. Просто чудо голы. Сегодня у Хавера Мунис. И это еще и первый гол Муниса в Кубке Испании в этом году. Ну раз мы пролетели с суперкубком Испании и вряд ли будет у нас переход в ПСЖ. То давайте будем пытаться еще и Кубок Испании хотя бы выиграть напоследок нашей карьеры. Бланка с мячом. Передача на Муниса. И здесь можно выходить вперед даже мне кажется. Мунис так и делает. Забивает дубль ворота Мирандыша на 45 минуте. И выводит мадридский Реал вперед. Так Мунис. Ох какой гол. Просто на весь вкус. Кому какой нравится пишите в комментариях. Ну так вот еще с рикошетом таким Мунис в итоге забивает хет-трик ворота Мирандыша. Я не знаю это стадия 1-16 наверное Кубка Испании. Ну получилось как получилось. И Родриго забивает. А мы отдаем голевую передачу. 62 минута. Счет уже 4-1. И все. Финальный свисток. Со счетом 4-1. Мадридский Реал в итоге одерживает волевую победу над Мирандышем. А пропустив в начале матча чудо-гол. Хавера Муниса плюс еще и хет-трик его и голевая передача принесли мадридскому Реалу проход в следующую стадию. Если не ошибаюсь в стадию 1-8. Ну и все три задания мы выполнили. Надо было две голевые передачи дополнительно сделать. Но получилось как получилось. Так ну и у нас конец зимнего трансферного окна. Посмотрим что у нас. Все так же выставлено на трансфер. Ну и все. Потратили кстати 1 миллиард 236 миллионов за последний трансферный день. В итоге там пишут что в Вальверде интересуется Атлетика Мадрид. Дальше Лейпциг и Реал Мадрид ведут переговоры по поводу Диаша. То есть он только к нам пришел и уже Лейпциг решили его забрать. И в итоге здесь еще в Ливерпуль мог перейти в Вальверде. А в итоге давайте пробежимся по именно нашим трансферам. У нас ушел Бернат, пришел Диаш и Иван Бисака. Все. Так ну и кандидаты на звание игрока месяца в январе. Родриго и Мунис из Мадридского Реала. А еще и Тиби Курта прошел прощение. И также Ларсон из Барселоны. Ну а на этом все друзья. Мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо за просмотр. В следующем выпуске, как вы понимаете, мы уже остаемся в Реале. Будем бороться за Кубок Испании, за чемпионат и за Лигу чемпионов. Попробуем взять Требл. Вот. Также нам попалась вот в Севиле. На стадии 1-8 матча вы видите, какие нам предстоит сыграть. Поэтому как-то так. Всем спасибо большое, друзья, за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это Ожиданная встреча, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok